день 22 опять дождик идет вот мы сегодня закрываем фронтоны добиваем стоечки сверху тоже через 62 с половиной также как внизу и с той стороны с той стороны переиграли будет по метр десять два окошка точнее они были просто они были по метр двадцать нет метр сорок но так как у нас пока ты идут близко то есть они не проходили по размеру поэтому будут два окошка одно будет над лестницей 2 будет в комнате сейчас будем формировать их по тому же принципу я говорил только здесь одно окно здесь два получается вот и делаем на первом этаже лаги кидаем ту часть зашили здесь из-за того что коммуникации кидаем немного времени сейчас вот начинаем набирать но опять же только лаги снизу к лагам будут крепиться трубы канализационные также вода будет идти поэтому пока просто лаги прокидываем вот и пристройку тоже лаги будем накидывать такая работа формируем надо оконное пространство фронтона стойки как я сказал через 62 с половиной вот у нас размер наверху с внутренней стороны размечаем будем забивать на 4 гвоздья так и по ребрам наискосок вот эти по ребрам наискосок дают жесткость чтобы доска не хотела чтобы она жестко держалась вот как это проще так чтобы сломалась чем оторвать ее ершонные гвозди держат термоядерно когда демонтируешь доска ломается за счет своей структуры вот это першон и лучше чем саморез держит продолжаем монтаж выставляем доску по разметке сразу гвоздик набиваем вот и второй рукой на этот гвоздик уже она никуда не денется потом спокойно низ обстукиваем низ желательно обстукивать тоже помимо того что снизу мы забиваем с той стороны желательно еще наискосок вот так загнать потому что такое соединение она захватывает сразу несколько волокон наискосок а когда по прямой стучим то она по волокну идет и не такую имеет силу сцепки как когда мы несколько волокон пробиваем так что и здесь тоже обязательно помимо того что мы два гвоздя забьем в стойку еще наискосок вот так обязательно надо забить чтобы они примерно вот в эти ребра попадали вот и тогда это даст то что она не будет вот так ходить потому что она широкая 15 сантиметров вот эти боковые боковые эти гвозди они будут ее держать эту стойку и этого вполне достаточно будет продолжаем вот таким образом гвоздик пробивали вот при желании можно и отсюда еще но этого достаточно потому что у нас снизу пробит это дополнительная фиксация просто и здесь как я сказал два так два наискосок и она жесткая не шатается продолжаем ставить еще хотел сказать это потолочная перекладина ригель вот так как здесь у нас идет временная распорка мы ее будем убирать сейчас пока последнюю вот этот потолочное перекрытие последнюю последний ригель нас не получается поставить вот именно из-за нее то есть после того как мы уберем гвоздики уже подготовлены на нее будет ложиться вот этот ригель и обстукиваться он будет формировать на низ потолка он обязательно это последняя будет последний ригель по нему будет здесь идти тоже обстукиваться будет в стойке это будет убираться сейчас пока я до конца не убираю пока мы не обошьем крышу вот это тоже дополнительную жесткость даст от раскачивания потом я ее уберу пока пускай на всякий пожарный вот эти две центральные то крайне они останутся потому что с той стороны у нас как я говорил будет два окна по метр 10 одно здесь одно здесь и здесь будет центральная перегородка идти где-то до середины то есть эти стойки они спрячутся в перегородке вот поэтому вот этот верхний ригель остается коньковый просто в этом месте после того как мы уберем можно угол усилить будет дополнительной доской по такому же принципу какая-то доска просто нам быть миниатюре будет поджимать чисто только вот эту доску потому что этому уберем такие нюансы маленькие продолжаем набили стойки теперь натягиваем пленку с перехлестом натягиваем без козлов пока дотягиваемся на супер из окно где-то что-то с окном объем где-то что-то с крыши слезаем с одной стороны фронтон закончили сегодня все потому что какой-то ураган надвигается погода не дает она нам работать так чтоб максимально у нас фронтон получилось сделать сегодня добили моего с горем пополам пленку эту ветром сдувал у нас все-таки сделали так что сегодня не очень плодотворный день спасибо за просмотр за просмотр вот Продолжение следует...